мы сейчас сделали подготовку подготовку более сложным упражнениям самое важное все что мы сейчас тренировали наполнение пружину что это очень важно использовать это ощущение сейчас вы будут тренировать пункт сал есть два основных упражнения венчун данчи сал и пункт сал сейчас мы тренировали больше ощущения сейчас мы будем это пробовать делать в пункт сал это тяжелей но это важно есть три важных структуры венчун исходя из базовой структуры есть три вида изменения базовой структуры если вы это понимаете вы можете миллиард других изменений использовать это это ян структура танцао это ин структура бон сал танцао наоборот это бон сал тан ян бон инь между танцао бон сал посмотрите внимание внимательно я делаю медленно какая структура между ними внимательно посмотрите какая между ними структура фуксао появляется вот посмотрите здесь написано на стене танцао бон сал фуксао три материнских техники венчун это мы получили в подарок от мастера дональд мак что мы сейчас будем делать посмотрите внимательно одна рука сейчас будет делать танцао бон сал очень важно не двигать локоть назад мы об этом уже говорили не надо делать вот так мы все лимтао это тренируем изменение этих двух структур чтобы локоть не уходил назад нужно начать движение из плеча плечо локоть запястья вторая рука будет делать фуксал все вот эти три структуру мы тренируем и все что мы тренировали баланс наполнение в центр пружинка это все нужно здесь делать нужно также чувствовать изменение в его структуре через точку контакта вот нейтральная фаза когда есть наполнение вот я делаю сейчас фуксао танцао таян он делает бон фук это и посмотрите это как шестеренка работает я даю он получает он дает я получаю раз-два раз-два посмотрите наполнение в центр не нужно вот так махать также руками это ошибка что вы сейчас делаете давайте сделаем попроще немножко если вам сложно будет делать то что вы показал до этого делаете так одной рукой для начала бон сау танца он делает фуксао внизу верху проверяйте наполнение правильно опять же не просто махайте руками соблюдайте дистанцию также правильно наполнение пружины должно быть не забывайте такое ощущение от как будто кошка хочет прыгнуть вот такое же быть ощущение в теле нужно быть тряпка не нужно быть камнем а нужно быть такой пружин пружины наполненный пружиной раз-два раз-два нету ощущения тряпки нет ощущения сли точно избыточного напряжения именно сделайте так сейчас сейчас оба один делает только фуксао другой делает танцао бон сао это для начала будет проще понять это упражнение это проще для начала это немножко сложнее чтобы один делает только фуксао другой делает танбон что очень важно через точку контакта наполняться в центре чувствовать изменения через точку контакта в его структуре также важно расстояние между локтем и корпусом вот сейчас он ничего не делает тут видно у него локоть посмотрите есть две возможности держать локоть на месте с помощью мышц и помнить что евгений сказал держать локоть это не совсем верно потому что в течение поединка мозг может не успеть это сделать вы не будете говорить подожди подожди я сейчас попытаюсь измерить какое расстояние должно быть доли секунды это тренировка вашего ума поэтому если вы правильно тренируете структуру это ощущение расстояния между локтем и корпусом появится само вот сейчас я выстраиваю тело открываю лопаточную зону минмэнь у него локоть сразу встал на место очень важно понять что правильная структура само дает вам выстраивание локтя это об этом никто не говорит не нужно стоять с линейкой и измерять вы не успеете делать в процессе свободного часа не будет так подожди подожди я сейчас выстроить давай продолжим поединок нет такого не бывает это все доля секунды пробуйте внимание те кто еще не тренировал это сейчас у нас есть кто тренировал кто не тренировал это вы должны поменять понимать где должно быть ваше запястье лучезапястный сустав на центральной линии вы это помните в этом упражнении часа а то же самое оси логичевые суставы на центральной линии посмотрите оба запясть оба лучезапястных сустава на центральной линии также вот центральной линии также мы на одной линии находимся друг относительно друга посмотрите вот одна у него рука впереди 1 сзади это неправильно также не не расходятся в стороны на одной линии находится это все ошибочно чтобы опять же это все было на месте нужно правильно выстроить тело можно опять же это делать за счет мышц пытаться измерять ставя кулак между корпусом и локтем это занимает намного больше времени намного быстрее то выстроить тело и локти сами будут на месте стоять вы не будете думать про что себе где держать локти они будут сами на месте может будет быстрее на ощущение пружины не надо говорить так вот учитель сказал держать логтер на таком расстоянии надо сохранене это не успеете так процессе поединка вот не будут такие глупости до что вы будете стоять измерять расстояние, само будет все выстраиваться, если вы правильно начали выстроить тело. Вот сейчас мы делаем, если у него неправильное наполнение, я ему это показываю. Я увидел, почувствовал, что наполнение было в сторону. Вот сейчас почувствовал немножко в сторону, показал, показал. Это вот навыки, которые мы тренируем в Пунсал. У нас две руки работают одновременно. Чувствую в сторону, не в центр, я все показываю. Сразу же мы должны показать это в процессе этого упражнения. Через точку контакта вы учитесь все слушать, его силу и реагировать. Что вы чувствуете, что есть точки контакта? Это ошибочно. Я просто играюсь. Это ошибочно. Тренируйте Пунсал. Не забывайте, что наполнение всегда вперед. Не нужно работать руками, как дворники в автомобиле. Наполнение вперед должно быть в центральную ось. Все, что вы сейчас делаете в Пунсал, это вы должны вспоминать те упражнения, что мы сегодня делали на семинаре. Это наполнение, пружинка, баланс. Если у него неправильно, мне правильно, я должен это показать. Если у меня неправильно, он должен мне тоже это показать. В этом смысл упражнений чесал. Если оба делают правильно наполненный вперед, будет такой специфический звук. Сейчас на камеру покажу. Послушайте внимательно. Слышите? Вот такой звук трения. Подойдите ближе и послушайте. Послушайте, какой звук. Звук трения, потому что оба направлены вперед. Это признак того, что мы оба делаем правильно. Если он делает в стороны, этот звука нет. Вот он или вниз дает, или в сторону, этот звук пропадает. Если оба делаем правильно, звук трения, значит, чтобы делайте правильно. Вы помните, что мы сегодня делали. Я надеюсь, что вы получили также рефлекс на вот это упражнение. Упражнение пружинка, что мы делали раньше. Очень важное упражнение. Исходя из этого, посмотрите, он наполнен. Он пружина. Все его тело пружина. Если что вы сейчас будете делать в пунцао, вы должны это также тренировать. Вот сейчас я сделал неправильно, он сразу показывает. Вот он должен сказать, где у меня ошибка. Я не наполнен вперед. У меня рука была внизу. Не было звука трения, и он не чувствовал через точку контакта, что рука наполнена вперед. Не чувствуйте, что есть наполнение. Многие это не чувствуют. Ориентируйтесь на звук. Тоже важно. Вот такое движение вперед-назад. Слушайте, звук есть. Вот делайте, делайте. Один из вас убирает руку, другая рука должна выскочить вперед. Значит, вы делаете правильно. Пробуйте пару минут. Все, что делаю, я сейчас объяснял. Многие это входит в одно ухо, вылетая в другое. Это проблема у вас. Мы делали сегодня упражнение, снайпер называется, да, то есть пытались через точку контакта наполнится в центр. Через точку контакта наполнится в центр. То же самое в пунцао. Не надо опять же давить вниз в сторону. Только в центр. Всегда через точку контакта в центр, в центр. Проверяйте друг друга. Не получается, делайте вначале одной рукой. Не нужно крутить руками, как вентилятор. Чем быстрее, тем лучше. Упражнение ЧСАО помогает вам, исходя из смены этих трех структур, воспитать в себе очень важные качества. Проверьте опять себя одной рукой для начала. Кто-то неправильно делать, показывайте ему это. Любое движение должно быть наполнено вперед в центр. По поводу плеча еще раз. Мы сегодня уже говорили об этом. Это важные очень суставы. Мы их называем корневые, тазобедренные и плечевые. Они должны быть расслаблены и подвижны. Если они не расслаблены и подвижны, сила задерживается в них. И вы не можете быть так же подвижны и наполнены, как пружина. По поводу пунцао. Еще раз. Переводится как вращающиеся руки. Но многие не знают, что тренирует Винчун, что это круг не только в руках. Это не только круг в руках. Мы сейчас тренируем более важные вещи, более глубокие. Круг не только в руках. Круг также между вами. То, что мы делали в избирании и выпускании. Один дает, другой получает. Я даю, он получает. Он дает, я получаю. И вот так по кругу мы работаем. Поэтому круг не только в руках, но и в наших телах. Мы передаем друг другу силу и возвращаем ее. Поэтому не так просто. Именно через наполнение, через ощущение выхода из стоп и из центра и получение силы в стоп и в центр. Тогда это упражнение будет работать. У вас будет воспитываться мгновенная адекватная реакция на движение. Сила рождается из всего тела. Не забывайте. Это очень важно понимать в пунцал. Многие это или не хотят понимать, или не могут понимать. Это очень важно. Гадима.